Металлическое ограждение спасло от страшных последствий. Больший груз чуть не вылетел с дороги в районе высотной улицы в столице Камчатки. По словам очевидцев, машина выехала на встречную полосу, а барьер стал преградой для полета с обрывом. Известно, что водителю потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали. Больше, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Подробности произошедшего выясняются. Автомобилистов и пешеходов Камчатки просят быть предельно внимательными на дорогах. Малейшее упущение может стоить жизни. Почти 150 миллионов рублей на ремонт в здании регионального правительства хотят потратить власти Камчатки. Планы касаются трехэтажной пристройки к основному корпусу на Ленина-1. Раньше там находилась столовая и зал заседаний краевых депутатов. По данным информагентства «Камчатское время» дело пошло дальше создания проекта. Для выполнения ремонта власти попытались найти подрядчика. Однако на аукцион никто из строителей не заявился. Ранее реконструкцию второго правительственного корпуса планировала команда прошлого губернатора Владимира Илюхина. Тогда резонанс в обществе вызвал проект ремонта столовой, который предусматривал создание винной комнаты. В 2020 году новый глава региона, тогда еще в Рио губернатор Владимир Солодов, на волне всеобщего негодования и в преддверии выборов, решил свернуть проект как слишком дорогостоящий. Теперь же в правительстве Солодова хотят потратить на ремонт свыше 146,5 миллионов рублей против 140 миллионов, в которые собирался уложиться Владимир Илюхин. 13 морей, 2 океана, десятки регионов страны, остановка на земле вулканов и дальше в путь. Все это о первой континентальной автоэкспедиции «Россия-360», вездеходный этап, который завершился 1 мая в столице Камчатки. Путешественники стартовали в Мурманске в январе и прошли весь Севморпуть по суше, преодолев десятки тысяч километров. Два мощных отечественных вездехода «Бурлак» во главе с капитаном команды экстремалов Богданом Булучевым пробыли в краевой столице пару дней и уже загружены на судно в морском порту, которое отправилось в Приморье. Путешественники пока могут выдохнуть. Один из самых сложных эпизодов экспедиции позади. Мы выехали из Мурманска, проехали через всю Арктику, видели множество интересных поселков, таких как Тикси, Певека, оказались на Камчатке. Ну а сегодня наши бурлаки отправляются во Владивосток, затем мы отправимся обратно в Мурманск, оттуда, откуда и начали. Вообще это потрясающий проект, потому что у нас есть возможность познакомиться со множеством различных культур богатой страны. Наиболее сложным фактором поездки Стефан назвал минусовые температуры, порой показатели достигали 45 ниже нуля. Плюс ко всему, каждый день камчатской части экспедиции дарил новое приключение. Все время нужно было что-то исправлять, чинить и преодолевать множество препятствий. Ну, пожалуй, она, наверное, самая тяжелая часть для нас оказалась, ну, во-первых, потому что уже шел 90-й день пути, практически были чуть подуставшие, и не только мы, но и техника подустала. Ну и плюс, конечно, поздно мы выходили, весна прям вовсю уже, где-то уже мостики строили через ручей. Ну так, тяжеловато было. Ну, следующие планы мы объявили заранее. Мы едем по сухопутным границам нашей красивой родины. Последние два дня, последние 200 километров для нас были особо тяжелые, потому что снег уже машину не держал, ручьи уже были открыты, шел мокрый снег, то дождь, то снег. Ну, пожалуй, самый тяжелый. Ну и плюс тяжелые ремонты. То есть ночью ремонтировали, из нем двигались. Бурлаки были построены в декабре на заводе в Кургане. Вездеходы состоят полностью из российских комплектующих. В этом и заключается уникальность путешествия. Еще никто не добирался так далеко на российских колесах. Олег Харченко отметил, что машины хорошо себя показали в суровых арктических условиях. Техническая их начинка достаточно проста, но эффективна. Основная база, группа завчастей ГАЗ УАЗ. Создание этой машины изначально я точно историю вам не смогу рассказать. Конструктор из Екатеринбурга, изобретатель, придумал эту машину с мечтой попасть на Северный полюс. И в дальнейшем получили все сертификаты, все проработали и сейчас на заводе делают. Заводу три года. Крейсерская скорость 50 километров в часть. Больше ей, ну, в принципе, не нужно. По характеристикам 70 максимальная. И из-за того, что клиренс большой, резина большая, мягкая, машина начинает болтать просто на дороге. Ну, она не предназначена для дорог общего пользования. У нее имеется в спальном отсеке четыре спальных места полноценных, как по принципу вагона-купе. В передней части автомобиля, помимо места водителя и двух пассажиров, есть средняя часть, где раскладывается в ровный пол и еще три спальных места. Любой бурлак абсолютно ремонтно пригоден за счет базовой комплектации от ГАЗ УАЗ. Поврежденные детали легко заменить, все находится под рукой, а сам процесс занимает не очень много времени. Единственная проблема – каждое колесо весит 160 килограммов, но такого объема требуют те условия, для которых и предназначена машина. Сейчас железные герои Арктики уже на пути в Приморье. Перед самым отправлением участники поцеловали стоящие в порту машины на удачу. Бурлакам придется расстаться с экстремалами, но ненадолго. Впереди у них еще тысячи километров и множество увлекательных приключений. Финишировать Россия 360 планируют в декабре в Мурманске и остается пожелать участникам экспедиции счастливого пути. До шести лет тюрьмы грозит организаторам казино в Петропавловске. Дело в отношении пяти фигурантов уже направлено в суд краевой столицы. ОПГ действовала целый год и использовала два нежилых помещения под игровые залы. Следствием установлено, что в период с января 2023 года до момента пресечения незаконной деятельности женщина и четверо мужчин совместно с руководителем и иными членами организованной группы достоверно знают, что на территории Камчатского края проведение азартных игр запрещено действующим законодательством. Осуществили организацию проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, подключенного к сети интернет, в двух нежилых помещениях по улице Ленинградской и бульвару Рыбацкой Славы Краевой столицы. Гости усаживали за компьютерами, которые были подключены к интернет-казино Гоминатор. В случае проигрыша деньги игроков уходили в доход заведения. Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников МВД и Росгвардии. В ходе обысков полицейские изъяли 47 компьютеров. На имущество злоумышленников наложен арест. Судьбу остальных участников преступной группы решают в суде. Яма. Чтобы вы понимали, посреди дороги. Там внизу просто, я не знаю, я туда не спущусь. Там вот посреди дороги просто вдоль. Все. Просто не пройти, не проехать. Какие-то булыжники лежат. Да, насыпали щебенки подрядчики, но ничего не убрали. Основная яма. Вот просто. Как это? Вот нормально? Это вот нормально? Вопрос к администрации. Получить информацию о льготных препаратах камчатцы могут по номеру 122. Горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами работает в едином колл-центре региона. Заявители, позвонив по единому номеру оперативной помощи населению 122, могут оставить информацию о недостающих льготных лекарственных препаратах в тех или иных медицинских организациях. Данная информация льдиным колл-центром будет принята, обработана и взята на обратную связь до решения вопроса заявителя. Отметим, с этого года Минздрав края перешел на централизованную закупку всех лекарств для льготников. Обеспечение жителей полуострова медикаментами осуществляется через аптечные пункты, аптеки готовых форм, два киоска и шесть производственных точек. В населенных пунктах, где аптек нет, фармацевтическую деятельность осуществляют 22 структурных подразделения медучреждений. Огромные штрафы или реальные тюремные сроки могут заработать камчатцы, осквернившие георгиевскую ленту. Сейчас в регионе, как, впрочем, и в стране, ведется строгий контроль над использованием важнейшего символа воинской славы России. Об этом в преддверии Дня Победы предупредила россиян депутат Госдумы Ольга Занко. Она напомнила, что в 2022 году президент страны подписал закон, в котором георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. Согласно документу, ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью, и носить ее нужно уважительно, на груди рядом с сердцем. Символ воинской славы не рекомендуется носить на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных или снаружи автомобилей. Ольга Занко отметила, что если все-таки хочется прикрепить ленточку на машину, то лучше найти для нее подходящее место внутри салона. Максимальное наказание за публичную порчу георгиевской ленты может достигать 5 миллионов рублей или 5 лет лишения свободы. Однако тот, кто повредит символ случайно или потеряет его, наказан не будет. Напомним, всероссийская акция «Георгиевская лента» на полуострове уже стартовала и продлится вплоть до 9 мая. На Камчатке планируется раздать жителям 68 тысяч ленточек. Ну вот такое грустное состояние у нас. Памятник нашего, посвященного Великой Отечественной войне. Какие планы, когда будут устранены? В этом году приведут в порядок мемориальную стену в Парке Победы в Краевой столице. Это один из объектов, который накануне проверили вместе с подрядчиком, в том числе по обращениям местных жителей. Сегодня был совершен очередной объезд с руководителями службы автомобильных дорог, службы благоустройства, руководителями контрольного управления. Даны конкретные поручения об исправлении самых, ну, скажем, требующих срочного вмешательства участков дорожной сети, придомовых территорий, уборки мусора. Один из самых проблемных участков в городе – микрорайон Мишинный-3, комплексное благоустройство которого начали в прошлом году. Сотрудники водоканала перекладывали здесь подземные сети. Основные работы по приведению территории в порядок должны были начаться уже сейчас. Однако из-за несогласованности действий разных подрядных организаций и жалоб жителей потребовалось вмешательство прокуратуры. В микрорайоне, который охватывает улицы автомобилистов и проспект 50 лет октября, тем временем осталось бездорожье. Сейчас администрации нужно перезаключить контракт с подрядчиком для старта работ. Власти заверили, что сделают все необходимое, чтобы благоустройство началось уже летом. Особое внимание мы обратили на содержание прилегающих территорий у бизнеса, потому что после зимы много мусора, безусловно, остается. Особенно за нестационарными торговыми объектами, да и за торговыми центрами крупными. Конечно же, предприниматели должны уделить этому внимание. Это и их город. Тем более, что в соответствии с правилами благоустройства они обязаны содержать прилегающую территорию в надлежащем виде. Также группа побывала на разворотной площадке на КП. Здесь ежедневно собирается большой поток пассажиров. И жители не раз обращались по поводу заполняемых урн. Дело в том, что зал ожидания расположен на первом этаже прилежащего торгового центра, где нет ни одного приспособленного места для мусора. Соответственно, люди несут все к остановке, не рассчитанной на такой объем. Контрольному управлению дано поручение проработать с предпринимателем в части организации урн рядом с торговым центром и, соответственно, своевременной их уборке. Минимум бетона и железа. К благоустройству набережной реки Авача в Елизаве подойдут экологично. Основой проекта станут деревянные решения, в частности, экотропы, доступные абсолютно всем, включая мам с колясками и людей с ограниченной подвижностью. Запрос на доступ к реке, на прогулку до реки очень высок. И у жителей Елизавы, ну и, конечно, у тех, кто приезжают к нам на полуостров, а Елизавы – это входные ворота вместе с аэропортом. Все здесь проходят через Елизава. Хочется, чтобы люди здесь задерживались, прогуливались, новые впечатления получали. Ну и, конечно, хочется, чтобы жители Елизавы имели больше возможностей для прогулок по уникальной природе, которая прямо в городе находится. Мы видим, что работы идут в опережающем темпе, в этом году будут завершены. Преображение набережной должно сохранить экологический баланс городской территории, создать благоприятный климат для жителей и гостей региона, а также сформировать современный ландшафтный облик города. Отметим, проект благоустройства набережной реки Авача в прошлом году стал победителем конкурса проектов малых городов и исторических поселений Минстроя России и конкурса проектов дальневосточных городов. Субтитры создавал DimaTorzok 17 тысяч рублей за снятие порчи перевела целительница и жительница Петропавловска. Однако снять получилось только денежные средства с карты и никакого волшебства женщина так и не дождалась. Теперь телефонная знахарка попала под статью о мошенничестве. В полицию обратилась 32-летняя жительница Петропавловска-Камчатского с заявлением о хищении денег. Женщина общалась по телефону с неизвестной, которая представилась целительницей. Неизвестная запугала заявительницу наличием смертельной порчи на ее семье и обманом заставила перевести ей деньги для ее снятия. Несколькими платежами женщина перевела мошеннице 17 тысяч рублей. В полиции напоминают, что общаться по телефону с незнакомцами крайне опасно, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков наиболее верное решение – немедленно прервать разговор. Ремонтировать взлетно-посадочную полосу в Корфе на Камчатке начнут в этом году. Деньги на работы уже выделены. Завершена проектно-сметная документация и в ближайшее время должны приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосе. Это федеральный проект, соответственно, федеральные заказчики. По линии Росавиации работы будут проведены. Нам удалось этого достичь после моих прямых обращений к президенту Российской Федерации. Добавим, в Корфе на песчаной косе находится аэропорт Тиличики. Это транспортный узел. Здесь организуют пересадки с самолетов на вертолеты в отдаленные населенные пункты. Из-за подтопления морской водой взлетно-посадочной полосы аэропорт периодически не может принимать летательные аппараты, и людям приходится менять маршруты, добираться до запланированных точек через осору. В три раза меньше горбуши выловят камчатские рыбаки в грядущую лососевую путину. Об этом говорит прогноз отраслевой науки. Его и организацию «Большой рыбалки» обсудили накануне на заседании комиссии по регулированию добычи анодромных видов рыб. Прогнозируемая рыбохозяйственная наука объема вылова этих океанских лососей в Камчатском крае в 2024 году составляет 167,3 тысячи тонн, при том, что общий прогноз по Дальнему Востоку составляет 320 тысяч тонн, чуть более 50%. При этом горбуши, составляющие основную массу уловов, спрогнозировано улов существенно меньше, чем в прошлом году, в три раза. 68 тысяч тонн на восточном побережье, 38 тысяч тонн на западном. Начало путины запланировано на 1 июня. Это касается прежде всего любительского рыболовства, за исключением рек Авачи и Паратунки. Там зеленый свет рыбакам-любителям дадут 5 июля. В Краноцком заливе Елизовского района и впадающих в него реках лов разрешен 7 июня. В Усть-Камчатском районе Камчатский залив с 5 июня, бассейн реки Камчатка с 1 июня. С 15 июня промысел начнется в Карагинском и Алюторском районах. В Мильковском округе и Быстринском районе начало запланировано на 21 июня. На западном побережье основная путина откроется с 11 июля. До этой даты с 20 июня приступят к промыслу в Тегильском районе и с 1 июля на реке Озерной. Установлен старший традиционный режим проходных дней во внутренних водоемах прибрежных акваториях 2-3 дня в неделю для сетного лова в реках и для морских акваторий 2 дня в неделю в Камчатском заливе и западно-камчатской и Камчатокурильской подзонах. Также мы предлагаем дополнительные особые меры регулирования по отдельным водным объектам, связанных с депрессивным состоянием популяции. Это продолжение запрета на промышленное любительское рыболовство в Авачинском заливе. А на традиционное рыболовство предлагаем отвезти 2 недели. Владимир Солодов добавил, что Авачинский залив продолжает вызывать беспокойство. Власти планируют рассмотреть предложения о дополнительных мерах регулирования, в том числе максимальном ограничении промысла на реках Авачи и Паратунке. Также рекомендован запрет сетного лова для река Пала, Галыгина, Кашегочек и Явинская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строят быстрее запланированного. Новый корпус школы номер один в Елизаве на Камчатке готов уже на 10%. На объекте построены два этажа здания. К середине лета завершатся бетонные работы и будет закрыт тепловой контур. Строительство дополнительного корпуса первой школы стало возможным благодаря включению края в программу комплексное развитие сельских территорий. Строители надёжные, не первую школу строят. Сам проект тоже уже показал свою эффективность. По этому же проекту сейчас строится здание школы номер 40 в Петропавловске-Камчатском на северо-востоке. Основные вопросы решены. Мы полностью включены. Я поручил району и особенно управлению образования Елизавского района вместе с директором школы уже сейчас глубоко быть погружёнными во все детали, нюансы размещения и оформления пространства. Хочется, чтобы это было не просто новое здание школы, которое будет одним из зданий школ, а чтобы была какая-то изюминка, чтобы и ученики, и учителя могли вложить свою душу в неё где-то по дизайнерским решениям, где-то по дополнению того пространства, которое будет для детей доступно после ввода школы. Планируется, что дополнительный корпус школы будет возведён к осени следующего года. Он рассчитан на 20 начальных классов по 25 человек. Занятия будут проводиться в одну смену. Помимо учебных кабинетов, здание вместит в себя санузлы, рекреации, два спортивных и актовые залы, пищеблок, медицинские кабинеты и бытовые помещения. Справиться с кадровым голодом на Камчатке и поддержать молодых специалистов должна помочь система целевого обучения. В пилотном режиме закон о таком формате получения образования для выпускников местных школ действовал несколько лет, а с начала мая вступил в силу. Целевики учатся в вузах бесплатно, а после получения диплома обязуются пойти работать в организации, с которыми заключили договор. Во-первых, это бесплатное обучение, также поддержка государственная в виде стипендии и после обучения есть место работы, то есть не нужно искать его. Я очень рада, что поступила именно на целевое обучение. Молодёжи действительно легче сначала выбрать специальность и под неё уже выбрать учебное заведение, потому что когда мы заканчиваем 11 или 9 класс, мы теряемся сразу, куда поступить, что выбрать, куда пойти. Поэтому такая инициатива мне очень нравится. Информацию о существующих целевых местах во всех вузах страны будут публиковать на цифровой платформе «Работа в России». Там же собираются размещать данные о мерах поддержки в период обучения, о соцгарантиях, выплатах при трудоустройстве и работодателе, с которым впоследствии будет заключён трудовой договор. Доступ всем ребятам, неважно, из какой семьи, из какого города, какую школу закончил, это формат равных возможностей. И это по-настоящему и честно, а с другой стороны, этого и ждут работодатели. Им не нужны тех, кого привели за руку, им нужны те, кто сами хотели, желали, хорошо учились, поступили и осмысленно выбрали. Вот это и даст тот качественный результат, когда на работу придут не по принуждению, а по истинному желанию и будут учиться с большим желанием, проходя производственную практику и имея хороших наставников. Ирина Яровая – автор закона о целевом обучении. Благодаря инициативе вице-спикера готовить специалистов будут как для краевых организаций Камчатки, так и для частных предприятий, которые реализуют крупные инвестиционные проекты. В настоящее время Камчатский край испытывает острую нехватку трудовых ресурсов. И, конечно же, вот этот закон, который разработан Ириной Анатольевной Яровой, он поможет улучшить ситуацию с кадровой обеспеченностью. Причем не только, как ранее было, для предприятий государственного сектора, организаций, госучастием. А самое главное, что возможность воспользоваться этим законом появляется у президентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. Идея на самом деле востребована, своевременная и позволит нам значительно изменить систему и набора, и обучения, и подготовки наших кадров. Мы, безусловно, уверены, что благодаря закону медицины Камчатского края вольются, если не сотни, то как минимум десятки новых специалистов, что позволит нам, значит, менять качество лечения, спасать жизнь, возвращать здоровье, ну и, собственно, возвращать нормальную жизнь нашим людям. В краевом правительстве отмечают, что особый дефицит квалифицированных кадров сейчас испытывает сфера строительства. А после возведения объектов требуется много и других специалистов. Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в термальном на Камчатке. Лечебница будет обслуживать 1200 человек, 280 из них – дети. В ФАПе есть всё необходимое – оборудование, новая мебель. В здании сделали хороший ремонт. В нём расположились акушерский, фельдшерский и процедурные пункты. Работы проводятся в рамках нацпроекта здравоохранения. В термальном этот ФАП размещен на первом этаже введённого жилого комплекса. Здесь хочу отметить отдельно, что жилое строительство в термальном, наверное, самое активное из Елизовского района, да может быть, и из всего Камчатского края. Жилищное строительство будет продолжено, а объекты здравоохранения задают основу того, что и социальное обслуживание будет соответствовать. В целом, хочу отметить, что термальный, безусловно, будет развиваться как точка входная в туристическую зону, наиболее привлекательную. Отметим, в мае этого года новый ФАП открыли в селе Пионерский. На базе амбулатории работает дневной стационар, два терапевтических и педиатрические участки. Ведёт приём врач-гинеколог. Наблюдаются в новом медучреждении больше 5000 человек. В июне также заработает ФАП в Сосновке. Примерно в 340 рублей обойдётся камчатцам приготовление одного пасхального кулича. Согласно оценкам экспертов, средняя стоимость главного праздничного блюда в России составила 213,5 рублей. Однако в регионе выпечка обходится значительно дороже. За основу для расчётов взят классический рецепт кулича. В него входят 4 яйца, 200 граммов сахара, 100 граммов цукатов, 70 граммов сливочного масла, пачка дрожжей, 170 миллилитров молока и 350 граммов муки. За такой продуктовый набор в одном из крупнейших супермаркетов Петропавловска придётся отдать чуть больше 900 рублей. На сам кулич уйдёт ингредиентов на сумму около 330 рублей. Ещё около 9 стоит бумажная форма, в которой выпекается пасхальный хлеб. В итоге стоимость праздничного угощения на полуострове больше, чем на 35% средних показателей по стране. Мелодии и ритмы весны. Во дворце молодёжи состоялся отчётный концерт детской музыкальной школы номер 7 имени Арноба Баджаняна. Юные музыканты продемонстрировали, чему научились за учебный год и порадовали зрителей как сольными, так и совместными номерами. Сегодня состоялся отчётный концерт нашей музыкальной школы номер 7 имени Арноба Баджаняна. Наши учащиеся и преподаватели подготовили музыкальные номера, большой концерт, в котором продемонстрировали свои успехи, свои достижения. Большая часть концерта была посвящена грядущему празднику 9 мая. Ребята прочитали трогательные стихи о войне и подвигах солдат, почтили память о Великой Победе, минуты молчания и исполнили музыкальные композиции военных лет. Несмотря на волнение юных музыкантов, каждый номер вызывал у публики бурные аплодисменты. Концерт был небольшой, и, как нам сказали, очень мало было сольных возможностей, сольных выступлений. И мы так счастливы, что мы попали в эту пятёрку солистов. Мне очень понравилась вот эта вся суета утренняя. Давно я в отчётниках не был, целый год. Конечно, небольшое волнение всегда есть. Концерт очень понравился. Я думаю, мы все очень хорошо отыграли. Ещё одним приятным поводом для творческого вечера стала победа учреждения в региональном конкурсе, который с 2017 года ежегодно проводит Министерство культуры Камчатского края. Детская музыкальная школа номер 7 имени Арноба Баджиняна впервые принимала участие в конкурсе, что не помешало ей стать лучшей городской школой искусств в регионе. Жюри особенно отметила профессионализм педагогов школы и большой вклад в музыкальное образование подрастающего поколения. Зашёлся свет, и мы простимся с вами Последними прощальными словами И с песнями новыми летом Четыре преступления уже помогли раскрыть полицейским с начала года народные дружинники на Камчатке. Это жители региона, которые сотрудничают с правоохранителями и помогают поддерживать общественный порядок. Как рассказали в Краевом УМВД, дружинники проходят специальную подготовку, в том числе учатся оказанию первой помощи. Сейчас на полуострове зарегистрировано 14 народных дружин. С начала года они больше 70 раз поучаствовали в патрулировании улиц. Это принесло свои плоды. Было пресечено 13 административных правонарушений. Кроме того, горожане проверили 84 человека, которые состоят на учёте. Полиция региона приглашает камчатцев вступать в народные дружины. Ответы на все вопросы о вступлении и зачислении в ряды стражей порядка можно получить на сайте, адрес которого указан на экране. Там же можно ознакомиться и со списком ограничений, связанных с приёмом в объединение. Вызвать службу спасения, узнать о неблагоприятных погодных условиях, пройти тест на готовность к ЧАЭС – и всё в одном месте. Мобильное приложение МЧС России заработало на Камчатке. Программа разработана специалистами информационно-аналитического центра ведомства, как личный помощник пользователя. В МЧС рекомендуют камчатцам скачать приложение, полезное как в быту, так и во время отдыха. Через него можно вызвать спасателей и при необходимости поделиться своей геолокацией. Приложение включает в себя несколько разделов «Что делать», в котором даны инструкции о том, как вести себя в экстренной ситуации. МЧС советует хранилище знаний о безопасности, причинах возникновения ЧАЭС и их предупреждении. В первой помощи рассказывается о действиях предоврачебной помощи пострадавшему. Карта рисков содержит ежедневный оперативный прогноз об угрозах природного характера. В разделах «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» можно пройти различные тесты. А в гражданской обороне можно найти информацию о средствах индивидуальной защиты, сооружениях гражданской обороны и о том, какие вещи нужно взять с собой в случае эвакуации. Также в приложении есть раздел «МЧС детям», посвященный правилам безопасности для юных камчатцев. Недавно к функциям приложения добавилась возможность получения пуш-уведомлений с предупреждениями. Ещё одним новшеством стал новостной раздел. Приложение работает как на iOS, так и на Android. Его можно скачать бесплатно на App Store, Google Play и RuStore. Продолжение следует...